Что пиши? Денисов, Саша, определенная правовая система «Танция» и «Танция». Всем привет! Меня зовут Мойсов, Саша. Я из команды «Экстермерная инфраструктура». И сейчас мы будем говорить про такие большие классные штуки, как распределенные файлы и хранилища. Но перед тем, как про них рассказывать, нужна небольшая подыстория. Зачем вообще они нужны и как появилась в контуре задача развести какой-то такой продукт. Но все, наверное, не раз слышали историю, что контур развивался, «Экстенд» покупали, продажи росли, все было хорошо. Но в один прекрасный день в отчетность все упало, все ранее выдержали нагрузки, все захлебнулось, ничего не работало. После этого момента стал понятен новый вектор направления развития компании. В основном это была отказоустойчивость, надежность, в общем, чтобы все всегда было хорошо. В частности, стало понятно, что использование стандартных баз данных, которые тогда использовались, это был обычный сикул. Но это плохая идея, он просто не способен справляться с такими нагрузками. И было принято решение использовать какие-то распределенные файловые хранилища вместо стандартных баз данных. Исследование рынка на тот момент не дало никаких хороших результатов. Все готовые на тот момент распределенные файловые хранилища были либо еще незавершенными, имели плохой вид, имели какие-то ошибки. В общем, их не могли нормально приручить, чтобы использовать в контуре. Зато была найдена статья Google под названием Google File System, которая описывала то, как они реализовали свою распределенную файловую систему. Эта статья была выбрана в качестве основы для распределенного файлового хранилища канцер. Какие вообще требования являлись в канцерах? Вообще, на самом деле, я где-то слышал, что канцер — это какой-то иероглиф, какой-то азиатский стандартный, который обозначает простоту. Так вот, канцер — это такая штука, которая невероятно простая и должна сохранить в себе только простые какие-то операции. И благодаря этой простоте она будет очень эффективной и очень быстрой. Так вот, канцер в первую очередь отказоустойчивый. Это очень важный параметр. То есть ваши данные никогда никуда не попадут, а сервера доступны 24 на 7. В первую очередь это достигается большой запыточностью. Тут различные кневые сервера, много редких и так далее. Также в канцер все хранится в файликах, ну, как обычная файловая система. Каждый файлик в канцер состоит из чанков. Чанки — это такие штучки по 64 мегабайта. Каждый файл состоит из набора чанков, и они только растут и растут, так увеличивается файл. Каждый чанк может быть в двух состояниях. В неактивном и активном. В неактивные записи невозможны, в активные записи возможны. Также каждый чанк апплицирован на трех серверах. Эти сервера называются чанк-серверами. Ну и если у вас какой-нибудь чанк-сервер отвалится, в принципе ничего страшного не случится. У вас есть другие бар, он потом восстановится, данные никуда не пропадут, сервер все равно будет доступен. Какие вообще операции можно делать с этим хранилищем? В первую очередь это append. Мы можем дописывать в конец файла в активный чанк что-нибудь. И вторая возможная операция это чтение с какого-то ассета на какую-то длину. На самом деле этих двух операций, а собственно две операции это и есть та самая простота, вполне достаточно, чтобы реализовывать все необходимые доконтурные функции. Как вообще можно допустим этим пользоваться? Ну пусть у вас какой-то документ есть. У него есть какие-то поля, значения. Что можно делать этими операциями, чтобы за документом работать? Мы можем вносить какие-то изменения, то есть хормифлок операции. Добавили новое поле, изменили новое поле, удалили поле. И читая ваш cancer файлик с начала до конца, можно восстановить всю историю, ну и получить текущий вид документа. Ну давайте немножко еще посмотрим на кластер, что вообще из себя представляет кластер cancer. Ну что у него есть? У него есть мастер, линвы и мастера, есть чанк сервера, где хранятся данные, монитор и клиенты. Ну очень интересная штука здесь мастер. Все клиенты знают только про мастер, кластер. Они могут к нему прийти и сказать, мастер, мастер, мы хотим файл с названием каким-то, скажи нам, куда идти за ним. Ну и мастер знает все, чанк сервера, он говорит, ну клиент, тебе вот допустим на вот этот чанк сервер, иди туда, там есть твой файл. Ну теневые мастера заменяют обычного мастера, если ему пойдет, он с монитором может смотреть, что вообще происходит с кластером. Ну вообще, cancer это хранилище для бинарных форматов. Я всегда с ужасом вспоминал такой предмет, как интернет, где надо было написать свой DNS-сервер, и вот там был DNS-пакет, и надо было каждые битики там туда доставать, вытаскивать, там третий бит, четвертый бит. Это вообще жутко ужасно. И я уверен, что разработчики, когда записывали бинарные форматы сюда, они тоже были огорчены, что для всего две операции положить и прочитать о смещении на длину. И вот этими двумя операциями надо как-то понимать структуру документа, что под ним искать. В общем, это жутко ужасно, наверное, было. И тогда возникла следующая большая задача — как-то облегчить жизнь разработчикам, работающим с этим хранилищем. Я забыл сказать про объемы. Чтобы не быть белословным, сейчас в КАНСе 40 терабайт памяти занято файлами, но надо понимать, что это с учетом тройной репликации. То есть ценных практически данных нам в три раза меньше. Ну, это кусочек мониторинга. Можно увидеть, что память уже почти закончилась, и на самом деле сейчас хотят докупать новую память, и там будет почти целый петапайт в кластере. Ну так вот, вернемся к нашей новой задаче, облегчить жизнь программистам — расширить функционал КАНС. Так родилась зебра. Но если зайти на страничку Лики в контуре про зебру, можно найти что-то такое, что зебра — это распределенное отказоустойчивое хранилище, состоящее из нескольких компонентов, работающих на пластере Северо. Вообще, когда я только пришел в контур на стажировку в инфраструктуру, я не понимал, что такое большие нагрузки. И мне мой наставник показал эту картинку. Это графан, графит, я забыл, зебра. Вот в нем вот эта цифра самая интересная. Она показывает количество запросов в секунду. Это был какой-то пиковый день, и абсолютно максимум 40 тысяч запросов в секунду. Для меня эта цифра казалась просто невероятной. Какие вообще документы могут прийти? Вот есть какой-то документ, у него обычно есть какой-то идентификатор, как можно документ распознать, и какие-то поля. Давайте посмотрим, как этот документ будет храниться у нас в зебре. Вообще, все документы внутри зебры хранятся в стерилизованном формате. Это позволяет очень сильно экономить на каких-то транспортных издержках и позволяет их сразу эффективно хранить. Абсолютно все операции, поиски, изменения и так далее применяются к сразу сериализованным форматам. Как мы эти элементы, которые принят документы, называем бенайтными? Что есть бенайтными? Это ключ. В данном случае, на примере нашего Ивана Ивановича, который производит валенки, это может быть название самого документа. Ивана Ивановича – паскоды. По этому ключу мы можем спередать этот документ. Есть value. Что такое value? Value – это какое-то имя поля плюс значение поля. Мы хотели какое-то кильверио-сохранилище, которое может имена полей хранить как строки, а значение строкотипизирования. Тут опять самых часто используемых, и в принципе любых этих форматов хватает для любых нуждов. Как может выглядеть бенайтным для нашего Ивана Ивановича? Ну, вот как-то так. То есть есть три поля, а здесь есть три каких-то значения. Тут и тут и тут и строка. Ну, что если у нашего Ивана Ивановича есть другие документы? Допустим, у него есть доходы, там еще какие-то документы. А также они могут различаться, допустим, по сезонам. А также там может быть вообще какой-то холдинг-компании. Там таких Ивана Ивановичей полно. Они все разные. И нам бы хотелось иметь какие-то новые, более крутые операции с ними. Согласитесь, было бы очень круто, если бы мы могли по префиксу Ивана Ивановича Иванов найти все документы Ивана Ивановича. Сразу так, одной операции. Какая структура данных позволяет это делать? Ну, это дерево. Деревья очень крутые структуры данных, которые позволяют эти операции произвести очень быстро. На данный момент широко известные деревья, которые используются в базах данных, это, допустим, B-деревья. Они хранятся на диске, к ним обращение очень медленное, в общем, все плохо. Когда возникает идея, а давайте хранить деревья в оперативной памяти, тогда к ним доступ будет невероятно быстрый, и с помощью этих деревьев мы очень быстро сможем реализовывать такие операции, как поиск по префиксу и так далее. И действительно, сейчас на кластере, где работает зебра, целых 2 терабайта оперативной памяти. На данный момент сама зебра занимает 618 гигабайт из них. Видно, тут все зелененькое, все хорошо, еще полтора терабайта свободных есть на кластере. Вот наши деревья. В случае зебры используется обычное красно-черное дерево, где узлы деревьев — это наши бенайтены. Бенайтены сравниваются по ключам в обычном лексико-дорфическом порядке. Эти деревья мы еще называем таблицами, потому что по своей сути они очень напоминают обычные таблицы стандартных революционных баз данных. В общем, это дерево — это такая большая неповоротливая штука, которая занимает огромное количество места, поэтому для простоты мы их разливаем на маленькие кусочки и называем их таблетами. Каждый таблет ограничен 64 мегабайтами. Можно вспомнить, что в конце чанке тоже занимает 64 мегабайта. Это очень важное наблюдение, она нам пригодится чуть позже. Также, помните, я рассказывал про то, что у нас есть какой-то колдинг, там много документов разных Иван Ивановичей, и можно заметить, что структура всех документов приблизительно одинаковая. То есть у них у всех есть одинаковые поля. Допустим, если не у всех производят валенки, то у каждого документа будет поле валенки. Если мы будем его хранить в качестве строки, то у каждого дерева, в каждой нодине будет присутствовать целая жирная строка валенки. Это жутко плохо. В этом возникает идея. Давайте хранить какую-то карту полей. Она будет отображать имена полей, чиселки. И теперь, если мы каждую строку, каждому дереву заменим на чиселка, они будут занимать намного меньше места. Вот так может выглядеть карта полей у документов нашего Ивана Ивановича. Они умеются строго сэкниться, всегда строго возрастают. Но возникает вопрос. Вот у нас все хранится в памяти, а что если сервер с нашими данными упадет? Все же данные исчезнут. Так вот, нет, они не исчезнут. Для каждого маленького таблида мы храним лог операций. Те же самые добавили новое поле, изменили какое-то поле и так далее. Соответственно, их может быть очень много. И вычитывая весь этот лог операций, мы можем восстановить состояние таблида, и когда сервер поднимется, у нас данные никогда не исчезнут. Но вычитывая весь лог операций, это медленно, их много, в этом иногда мы делаем снапшот. Снапшот — это точная копия таблида. Он занимает тоже, получается, 64 мегабайта, как и вот эта штука, а значит, что он легко помещается в один чанк канцер, что очень удобно. Каждый снапшот делается каждый раз, когда оперейшн слот переходит на новый, следующий чанк. Соответственно, чтобы восстановить таблид, нам нужно прочитать один снапшот и один последний оперейшн слог. Применив к снапшоту последний оперейшн слог, мы получаем актуальное состояние таблида на последний момент времени жизни сервера. К сожалению, реальность такова, что мы живем на кластере серверов, где все сервера абсолютно разные. Есть какие-то жирные сервера, которые могут содержать в себе огромное количество информации, есть маленькие, есть медленные, есть быстрые. И, в общем, со всей этой гадостью надо уметь хорошо работать. Для этого существуют у нас механизмы балансировки. Основная их задача заключается в том, что если на каком-то сервере начинает вдруг кончаться амить, они начнут перемещать данные из нее на малозагруженные сервера. Ну, в общем, возникает вопрос. Если все уже написано, все готово, все прекрасно работает, зачем нам нужен был стажер? Что же делал я? Давайте немножко внимательнее посмотрим на наши бенайдеры. Ну, возьмем, допустим, документ Ивана Ивановича. Ну, что из себя представляет бенайдер? Ну, это ключ какой-то, набор байт, есть какое-то значение, тоже набор байт, и два интересных поля. Вот это поле, ансигмент Ит-16, это из карты полей, грубо говоря, имя поля. Но вот это какое-то число, это смещение от начала до значения. Ну, оно не важно. Так вот, моей задачей было сделать вот так. На самом деле еще даже вот так. Зачем это нужно было? Ну, допустим, у нас есть ансигмент Ит-16. Что это значит? Что в нашей карте полей более чем 65 тысяч различных имен полей быть не может. Кажется, что целых 65 тысяч полей, это же дофига. На самом деле нет. Допустим, у нас в инфраструктуре есть свой драйв, который сохраняет в нем какие-то огромные контенты. Так вот, для каждого огромного куска контента они хранят индексы в земле. И из-за этого ограничения 65 тысяч, они не могут хранить контент более чем 256 гигабайт. А им реально нужно хранить больше контента. Также есть формы, которые хотят хранить в земле, какие-то деревья-гурлов и вот этих узлов деревьев-гурлов может быть тоже намного больше, чем 65 тысяч. Именно для этого нужно было сделать, расширить число. Почему именно динамической длины? Если пристально взглядом посмотреть на большинство табличных зебр на боевых серверах, можно увидеть, что карта полей очень маленькая. Ну, набор имен полей документов очень мал. И на самом деле вот это число в подобляющем большинстве случаев может уместиться вообще в один байт. Соответственно, мы можем сильно сэкономить на память, сделав это число динамическим. Что же в итоге получилось? Ну, на самом деле, несмотря на то, что моя задача звучит ну, за реплейс IN16 на IN32, на самом деле это неправда. Потому что мы столкнулись с огромным количеством проблем, таких как обратная совместимость. Ведь все снофшоты и оперешенслоги, они записаны в старом формате. А теперь мы должны их записывать в новом, одновременно уметь читать и старый, и новый. Все это должно прекрасно работать. А также есть клиенты, которые получают карту полей в старом формате. Мы не можем заставить всех клиентов перейти на новый формат клиента. Поэтому мы должны уметь работать и со старыми, и с новыми клиентами. А чтобы все это протестировать, это вообще отдельная небольшая история. И на самом деле подавляющую часть времени я занимался именно тестированием обратной совместимости, чтобы убедиться, что все это работает. Что можно сказать о результатах? Сейчас новая версия Zepra стоит на тестовой площадке. Стоит уже две недели, с ней все хорошо, она прекрасно работает. Сколько же мы памяти сэкономили? Ну, на тестовой площадке немного. Потому что там данные абсолютно не соответствуют реально млевого сервера, там много мусора. И вообще мы сэкономили примерно 1,5-2%. По нашим подсчетам, на боевых серверах мы должны сэкономить 5% памяти от изначальной. Но давайте заметим, что мы сэкономили относительно бывшего IN16. Заменив, соответственно, на IN32, мы бы увеличили размер памяти на 10%. То есть общий выигрыш составил примерно 15%. Но это цифры предварительные. Вот когда мы поставим на боевой сервер, тогда действительно узнаем, сколько же памяти я сэкономил. Но основная задача по расширению карты полей выполнена. В скором времени это поставить на боевые сервера и все будут счастливы. Вопросы? А я правильно понял, что сейчас там карта полей может быть такой огромной, что у вас тупо места в кластере не хватит, чтобы все поля держать? Да. Сейчас стоит искусственное ограничение, которое является конфигурой. Его можно динамически изменять, не пристартуя кластье. Сейчас мы выставим как 10 ушоров. Если кому-то реально понадобится больше, а это такая защита от дурака, который случайно реально сделать много. Вот если кто-то придет и скажет, да, нам нужно еще больше, мы просто выставим конфиг еще больше, и он сможет потихожить. Ну, естественно, есть какие-то границы разумного. Ну, если память не влезет столько, то что поделать? Спасибо. Что может быть значение? Ну, что бывает в вае? Можно содержать ягишку, например, в другой объект? К сожалению, канц и зебра это не такие хранящие, которые в качестве узла документа могут содержать много документов. Ну, а ты в качестве него спокойно можешь содержать допустим ключ, опротивившись в который, там будет много. Надо, если ты просто два раза придется сходить. Ну, да. Идея у меня понятна, что можно было, в принципе, как-то подкачивать старое решение и... Зебра не поддерживает возможность сохранить документы в документ. Нет, два раза просто будешь сходить, но тебе не надо будет интерширять просто. То есть ты просто один, одноходик разведешь. Это кастрыль, это неудобный кастрыль. Как удалось свечить обратную совместимость? У вас сейчас получается есть чанк, который као, но это старый. Это весьма интересный вопрос. Я ввел такое понятие, как версионность. Раньше его не было. Теперь у нас есть версии, они расширяемые, теперь спокойно можно носить какие-то изменения, и они почти безболезненно скажутся на всем, потому что есть версии. Как мы это сделали? Если вдаваться в подробности, хранение файлов в кансе, у них есть всякие разделители, длины, и мы решили воспользоваться таким свойством, что длина никогда не бывает отрицательной. Поэтому если ты видишь отрицательную длину, то на самом деле это не длина, это номер версий. А в следующем поле будет длина. Это не кастыль. Там настолько все плотно и есть. было сделано без заранее подуманной возможности версионности, что, к сожалению, это был единственный вариант. Мы с начала стажировки, мы, наверное, три разных способа возможности введения версионности предлагали, это оказалось самое главное. Мы не подумали сразу ни от этих 65 тысяч, ни от версионности. А как в конце реализована возможность изменения документов? Или там... Никак. Можно только записать и прочитать. В конце всего две операции. Запись, append, запись append и чтение. Я приводил пример, что в качестве изменения это может быть история файла и в историю можно записать такое действие, как что-то было поменено. И прочитав это действие и применив его, ты получишь документ, в котором что-то было поменено. и также можно использовать идею тарих таблетов, что иногда можно делать снэпшот и не надо читать всю историю, достаточно предотвращать снэпшот и последний чанк истории. А если там ребята по 2 гигабайта записывают, то их любого не записываются. То есть можно просто изменения в этом. Подожди, если люди создают новую таблицу, записанную 2 гигабайта, то честно создастся новая таблица и запишется в нее 2 гигабайта. А если они ее уже прямо изменяют, зебра хранится в динамической памяти. Если они что-то изменяют в зебре, то в динамической памяти они именно изменяются. А в конце они не изменяются, а записывают лох изменений. Что, если чуть-чуть подхачить и прямо изменить в конце хорду там, что-нибудь не дамы? Что произойдет? Что происходит? В конце 400 таблиц. Если что-то в них сломается, ты будешь ее потом поднимать и что-то упадет, это будет катастрофа. Ничего не будет. Можно только ночью, чтобы никто не видел. Да, потом бежать из-то. А вообще бывают такие файлы или данные, которые мертвые, никому не нужны и никто не пользуется? Помните, я показывал 600 гигабайта в зебре? Вот эта цифра появилась недавно. Ну, я не знаю на самом деле сколько недавно. Она была намного больше. И там реально была полна мусора. Люди это заметили, почистили, она сильно сократила свой вес. Еще весьма забавный факт. Допустим, есть какие-то файлики, документы, которые занимают очень маленькое количество объемов. Но если посмотреть на лог его истории, лог у одного файла они нашли, занимает 30 гигабайт. К сожалению, слишком часто его изменяли, и у нас накопился лог в 30 гигабайт. У нас даже появился тикет подумать над тем, что делают с такими копиями. Можно ли просто взять и дарить всю историю? То есть по всей истории надо пройти, чтобы в 5K? Я же рассказывал про снапшоты. Если у тебя история зависит от чанк, как только чанк истории один закончился, ты приходишь на следующий чанк, вполне логично сделать копию текущих данных в снапшот. И чтобы восстановить текущее состояние, ты читаешь снапшот в копию предыдущего состояния и всего лишь один чанк лога. Применяя его, то есть всего почитая два чанка, ты получаешь текущее состояние. То есть в лучшем случае мне нужно пробежать по 64 мегабайтам лога. Это очень просто. Я понимаю, что из канца не может никогда уменьшиться в объеме. То есть не всегда террористы. Нет, там есть текерористы. Ну в смысле я удаляю из канца на этом записывается лог, что я удалил. Но на самом деле я честно не скажу удаляются все данные честно, но я уверен, что там должна быть операция. Повредить файл по удаленному и потом при ротации файлов это не идеально. Да. А, то есть происходит постоянно чистка. Такие факторы удаляют все данные файлы. Постоянно не происходит. То есть все-таки большой файл как-то объединяется? Нет, файл можно целиком весь удалить. то есть когда я делаю снэншот у меня старый файл он заменится на нодо? Да, там есть вообще как делать операция это replacement что создается новый файл с временем а потом делается переименование этого файла в тот файл и тот файл может настройки сделать в VK или просто удалить. Дайвер можно просто удалить И Павел просто заменяется. Зачем делается так, но если операция прервется, что в старой части никуда не исчез, не пропал, делается программа кинации с созданием Ленинного, а потом бинарного. Я все-таки не понял связи бинарного разночного дерева и способа выхранения данных документов, какие-то коррективы. Ты поключил и ищешь. Какие бинарные дерева для того, чтобы значения найти? Бинарное дерево позволяет... Вот у тебя есть ключик, допустим, иные документы, по которым ты находишь. Ты можешь теперь использовать все операции, которые предоставляет дерево для поиска документов по названию. А также сам документ, это еще одно киеверное дикшн, как говорят, и внутри него тоже можно достаточно быстро все делать за счет того, что три таблины не могут быть больше, чем 64 мг. Я не понял связи между бинарным деревом и способом хранения. Это две разные сущности на самом деле. Бинарные, в которых хранятся документы, это один сам по себе большой крутой дикшн. И само дерево, это тоже сам по себе один крутой большой дикшн. Ну, с музами дерева. То есть как бы словарики в словарике. Одно частное дерево, это способ найти значение в кучу. Дерево, это способ найти документ или набор документов. А бинайтинг, это способ найти поля внутри документа. Кузлы дерева, это бинайтинг с полями документов. Вроде понял. Ты говорил, что Александр Вячеславович, звание полей очень часто могут появляться, и поэтому мы их сфотнили отдельно. Возначения вообще не очевидны, что они должны повторяться. А даже если они повторяются, то придется где-то хранить частотный словарь, что там скандерировать, что-то заменять. Абсолютно не очевидно, что это действительно даст прирост. Возможно, как и я не знаю, что стоит проследовать, посмотреть, действительно ли часто повторяются поля, но этим никто не снимался. И мне кажется, что не могут очень часто повторяться значения полей. Есть еще вопросы? Каждый бинайтинг — это пара ключ-значений, да? Нет. Что такое бинайтинг? Это ключ плюс набор значений. Набор значений в документах. Смотри. Что такое бинайтинг? Ключ — это имя документа. Ну, грубо говоря, можно там сделать не имя, а все, что захочешь. Плюс набор значений — это, грубо говоря, имя поля и смещение, на котором находится значение этого поля. Соответственно, если бы здесь было много полей, то здесь было бы, допустим, один х, а вот здесь было бы еще одно значение, которое находится на смещении х. Допустим, ты можешь сделать такой вот запрос к зебре. Зебра, найди мне все документы Ивана Ивановича, которые содержат в себе поле дохода. Что сделает зебра? Она пойдет в дерево, найдет под дерево, которое имеет префикс Иван Иванович, возьмет все это под дерево, а потом пойдет сканировать вот эти бинайтинг. Она вот сканирует так вот поля и ищет те поля, у которых есть четверочка, то есть доход. И вот все вот такие айпемы она тебе отрастет. А индексы на это какие-то строите? Тут как бы и есть. Да, ты вышел кучу документов, но они же разбросаны по разные места. Они не разбросаны по разные места, потому что они взглянятся в дереве в одном под дереве. Все это разбивается на таблице. То есть в подавляющей большинстве случаев, ищая какой-то большой запрос, все они находятся в одном под дереве, а значит скорее всего в одном набрике, а значит физически на одном месте. И вот просто взять и найти все это всегда очень быстро напираться. То есть таблице находится в последовательной части файлов? Я могу рассказать, как появляются таблицы. Могу рассказать, как появляются таблицы. Изначально все дерево это один таблиц. Оно растет, растет, как только мы понимаем, что если мы запишем следующее поле, оно перерастет до 64 мегабайта, мы таблиц делим пополам. Так что ключи у них примерно одинаковые в дереве. Потом каждый из этих таблиц снова растет и растет, и он еще может поделиться пополам. И вот за счет этого деления пополам и за счет структуры деревьев у тебя в каждом таблице все ключи приблизительно одинаковые. То есть если дерево так разрослось, что два таблица в абсолютно разных местах, то значит на них вот эти вот вручения максимально отдалены. Ну что ты с той стороны обезьяна, а с этой стороны банан? Нет? Ну ДНК, ДНК. На 50%, да, с этой стороны? А с той стороны, где обезьяна, где-то рядом человек сегодня. Ну вот человек обезьян, похоже не с той стороны. А банане с Мазда, они стоят. Это классно. Все, больше нет угрозы? Нет. Удачи. 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 Удачи.